Чаши, гонги, диджериду. Сил нет, энергии нет, мы выгоревшие. Такое состояние какой-то даже нервозности. Яхмар — это не просто о здоровье, это ещё о определённом понимании мира и законам вообще этого мира. У нас 42% постоянных гостей. Всем добрый день. Мы находимся на канале «Открытый бизнес», канале для предпринимателей. И сегодня мы находимся в гостях у Вероники. Яхмур — основательница сети центров звуковой терапии и релаксации Яхмур-центр. Вероника, большое спасибо за это приглашение. Очень приятно быть в этом пространстве. Илён, рада тебя видеть сегодня. Я предлагаю рассказать немного о себе. Я знаю, что ты сертифицированный специалист с большим опытом личных практик и автор методик по работе со стрессом и наполнению энергией. Да. У меня такой путь длиной в 13 лет. Я впервые попробовала практику в Китае, когда была в экспедиции. И я до сих пор помню это состояние свободы, состояние безопасности, когда такое тепло приливает к телу. И с того момента я поняла, что мне очень хочется разобраться, что же такое звуковые практики, что такое чаши, гонги, диджериду. В путешествии в различные страны я искала у себя различные практики, медитации, пробовала на себе. И после этого я решила всё-таки получить какое-то образование. Я закончила Непальтику Духовную Академию по саундхиллингу. И после этого поняла, что когда-то я точно открою центр звуковой терапии, где я соберу все древние инструменты, все практики, чтобы человек мог прийти и просто за час перезагрузиться и восстановиться. Ну, пока что это кажется какими-то очень удивительными вещами, но я думаю, что в процессе интервью больше погрузимся в эту тематику, будем знать об этом больше. Скажи, пожалуйста, а чем полезны твои центры обычным посетителям? Что здесь получает гость? Прежде всего, практики работают на нескольких уровнях. Первый — это уровень энергетический. Бывает такое, что мы сильно быстрые, сильно активные, и нам надо просто замедлиться, просто выдохнуть и расслабиться. Иногда бывает, мы наоборот поднимаемся, а встать тяжело, сил нет, энергии нет, мы выгоревшие, такое состояние какой-то даже нервозности. То есть нам наоборот надо наполниться энергией, войти в какое-то определенное ресурсное состояние, чтобы уже с этого состояния работать, коммуницировать. И следующее — это работа, конечно же, с телом. То есть во время практики наше тело расслабляется, снимаются блоки, зажимы, спазмы. И бывает такое, часто гости, которые выходят с практики, говорят, Вероника, я чувствую, как будто у меня крылья за спиной. Потому что действительно, когда тело расслабленное, нам прям хочется летать. Совсем по-другому даже выглядит наше лицо, наши глаза, мимика наша. То есть мы становимся такие более счастливыми. Следующее — это, конечно же, работа с нашим намерением. То есть мы иногда чего-то очень сильно хотим, но не можем туда прийти. А в практике мы осознаем, что иногда мы хотим не того. И именно во время медитации мы направляем взгляд внутрь себя и осознаем, вот действительно это моя цель. Если я этого хочу, значит я это могу, и значит я туда приду. Скажи, пожалуйста, насколько я понимаю, это было увлечение, хобби, которое потом переросло в проект. Почему ты решила заняться именно этой сферой? Я бы сказала, что сначала это был такой метод самоисцеления, потому что у меня были очень сильные проблемы с усном, у меня был сомнобулизм, такое хождение во сне, я была такой лунатик, можно так сказать. И мне медицина не помогала, то есть мне снотворные не помогали. И я нашла для себя такой метод самоисцеления, как саундхиллинг, практики с чашами, с гонгом. Я начала расслабляться, тело начало расслабляться, и со временем, конечно, я восстановила свой сон. И вот 4 года назад мне захотелось поделиться этим опытом в Москве. Вот сейчас, конечно, хочется выйти на международный рынок, потому что я понимаю, что человек, получая какое-то стрессовое состояние, он должен знать, куда ему можно прийти и восстановить просто своё тело и своё ментальное вообще состояние. Твоему проекту 4 года могла бы ты поделиться какими-то основными достижениями? Здорово, если это будут какие-то конкретные цифры. Да, конечно. Вообще, моё самое первое, я считаю, достижение то, которое я даже сама была удивлена, потому что я, в принципе, всегда верю в то, что я делаю, потому что когда ты что-то делаешь и веришь в свой продукт, и знаешь, что он работает, то результат будет всегда. Мой первый проект, как раз вот центр, в котором мы сейчас находимся на проспекте мира, он окупился менее чем за год. То есть все вложения в центр окупились менее чем за год. И даже для меня это было удивительно, потому что 4 года назад мало кто говорил вообще о ментальном состоянии, о энергиях. То есть люди восстанавливались по-другому. А сейчас, наоборот, каждый человек ищет, а как ему восстановить своё состояние, а как ему перезагрузиться, а как ему быть в ресурсе, а как приходить и просить помощь не тогда, когда у тебя батареечка там уже мигает и она сейчас просто отключится, а когда у тебя там 90-100, да, заряда. То есть это всё-таки такое предвосхищать какие-то свои состояния и всегда быть в состоянии наполненности. Поэтому первое, это, конечно же, быстрая окупаемость первого проекта. Второе, это я ежегодно открываю по одному центру. Вот пришло 4 года, у меня 4 центра. Вот скоро будет открытие в следующем году, пятого. Мы уже делаем ремонт. Да, хорошая традиция, да. И все мои центры, они в моих помещениях. То есть я такой, как говорят мои команды, мы как маленький Макдональдс. Что ещё из достижений? Это практически все топы, которые пришли ко мне в первый год работы, они со мной до сих пор. Я считаю, что это большое достижение команды. А если говорить об этой сфере в целом, вот об этом направлении, могла бы ты рассказать основные какие-то тренды, может быть, какие-то основные характеристики, насколько вообще динамично развивается эта сфера? Да, конечно. Прежде всего, сейчас, в принципе, здравоохранение, да, и забота о своём здоровье, о своём состоянии во всём мире после пандемии на таком подъёме. Поэтому даже задавая вопросы людям, которые максимально в материальном мире, которые там только медицина, там никакой... в духовности, да, даже сейчас они начинают идти в то, что ты не можешь ничего совершать ни в бизнесе, ни в семейных отношениях, когда у тебя просто состояние на нуле, когда ты не понимаешь, куда идти, когда ты не понимаешь, с кем тебе идти, да. И сейчас даже большие компании, корпорации пишут запросы вот в Яхмур, к нам в отдел по развитию, что вот у нас есть команда, топ-специалистов, и мы хотим с ними работать, чтобы у них были определённые состояния, то есть они прямо его измеряют, психологическое состояние своих сотрудников. Ну это же восторг, что крупные компании, они начинают по-другому мыслить. И прежде всего наш центр Яхмур, это не просто о здоровье, это ещё о определённом понимании мира и законам вообще этого мира. Вот мы коснулись тему окупаемости. Ты рассказала о том, что самый первый твой проект окупился в таком диапазоне времени через год. Как ты считаешь, в этой сфере какова эффективная окупаемость? Вот идеальная такая картина и может быть та, которая приемлема для предпринимателя? На самом деле, как я вижу, когда ещё до запуска Яхмура у меня был другой бизнес, статуризм, и в принципе такой хороший проект считается, это три года. То есть три года окупаемости считаются довольно-таки интересны для инвестора, если человек инвестирует в свои средства, либо человек планирует там открытие какого-то бизнеса. Поэтому, конечно же, год это прям бинго. Мы сейчас проговорили про окупаемость, и я услышала о том, что твои центры находятся в твоих собственных помещениях. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом, и как тебе это удалось? У меня была детская травма, ну как детская, подростковая, да? Я просто в 19 лет открыла свой первый бизнес, и в определенный момент времени несколько арендодателей мне отказали в аренде. И я поняла, что я никогда больше не буду делать бизнес в арендованных помещениях. Поэтому вот второй бизнес, это вот как раз центры Яхмру, было принято такое желание, намерение, которое пришло к результату, это делается бизнес в своих помещениях. Просто сначала на первое помещение был взят кредит, и также на второе, на третье, на четвертое. Спасибо, очень интересный опыт. Мы говорим о том, что ты занимаешься этим проектом четыре года. Есть уже определенная практика, определенное видение, определенный опыт, как положительный, так и наверняка отрицательный. Сейчас нас смотрят предприниматели, существующие или будущее. Могла бы ты рассказать о подводных камнях, о каких-то рисках, которые необходимо учесть предпринимателю при входе в это направление, в эту сферу? Да, конечно, прежде всего, я думаю, не только в моей сфере, но это прежде всего люди и персонал, потому что у меня особенный коллектив, мастера, к ним надо определенные отношения, никакой критики, никаких нарицаний, все через любовь, через эмпатию, через личный пример, и это очень важно, потому что в каком состоянии находится мастер, такое состояние он и передает, и транслирует во время практики, поэтому если мастер опоздал, то есть у нас правило, там мастер приходит за полчаса до практики, если он опаздывает, то он не успевает перед практикой помедитировать, например, или качественно разложить инструменты, но его все равно нельзя в этот момент торопить, торопить либо критиковать, потому что он собьет свое состояние, и весь день практики будут не в том качестве, вот, это первое, второе, это, конечно же, что очень важно, есть интуиция, есть все равно материальные, это цифры, это статистика, и это аналитика, да, потому что были моменты, когда это было больше так, ах, поехали, сделали, да, потом, когда проанализировали, стоило все-таки аналитику делать до, но при этом я всегда говорю о том, что наоборот может так же не работать, почему? Потому что вот когда я открывала свой первый бизнес, если бы я просчитала бы тогда аналитически, то все бы цифры, скорее всего, сказали мне, что не надо открывать этот бизнес, ну, потому что это был не тренд, нужно было его, то есть то, что сейчас, это такая веяние, да, то тогда этого не было, поэтому должна быть и аналитика, и должна быть вот эта внутренняя вера, это обязательно такой взаимный тандем. Очень интересно, спасибо, что ты делишься такой интересной информацией, некоторые вещи, я думаю, наши предприниматели сейчас впервые слышат. Скажи, пожалуйста, я прочитала вашу афишу на АйЮ, и у вас очень большой спектр широкий различных активностей. Да. Могла бы ты нам рассказать о ваших каналах продвижения, как ваши посетители узнают о центрах, может быть, какие-то методики, как вы удерживаете существующих посетителей, и как вы находите новых гостей ваших центров. Мы как раз вот в марте делали аналитику, делали срез. У нас 42% постоянных гостей. Это на самом деле очень классно, и это прям эликсир заливается в душу, когда я вижу эти цифры. Ну, конечно, при этом всё равно нужно постоянно анонсировать, развивать новые каналы и маркетинга, да. Для нас сейчас новый канал это выездные мероприятия. Это как и формат развития бренда, так же и формат того, что человек приходит. Мы обязательно всегда разыгрываем какие-то такие масштабные податки. Например, в Тибетской пещере Кремля у нас есть церемония для пар. Это такая уникальная погружающая программа, где соединятся прям душами пары. Причём иногда мужчины даже плачут, именно мужчины. То есть такая прям глубинная практика. И мы часто на каких-то мероприятиях её разыгрываем. Человек должен оставить свой контакт, чтобы в конце, в течение дня мы сказали, кто выиграл. То есть для нас это как и развитие бренда, так и определённое количество входящих заявок, которым интересны практики, которым интересны медитации, которые в будущем могут прийти в наши центры. Также это партнёрские коллаборации в формате взаимных розыгрышей, в формате обмен аудиториями. Например, мы сейчас планируем создать, скажем так, каталог с партнёрами, где будут указываться, например, вот у нас есть свадебные пакеты, церемония предложения руки и сердца, церемония для пар, и там будут, например, украшения, ювелирные изделия, там будут организаторы свадеб. То есть это такой прям каталог, где человек, кроме наших программ, будет видеть каких-то дополнительных наших партнёров. Также и у них это будет. Вероника, наверняка у вас в центрах есть наработанные методики взаимодействия с клиентами, с посетителями, с гостями. Кстати, как вот вы называете? Гостя. Гостя. Могла бы ты поделиться и вообще какой-то наверняка есть смысл, который вы вкладываете в свою деятельность? Ты и твоя команда. Обязательно. Прежде всего, почему гость? Потому что я говорю каждому из команды, что приходят каждому из вас. Они приходят ко мне, они приходят в эти стены, приходят к администратору, который улыбается, к мастеру, который качественно проводит практику, к управляющему, который всегда услышит и решит их вопрос. И вот это самое важное. Но чтобы команда так себя вела за гостями, команда, конечно же, тоже должна быть счастливой. Поэтому мы в центрах обязательно кормим свою команду. То есть у нас готовится еда, чтобы они там не бегали, не ходили, чтобы они чувствовали, что о них позаботились, что им приготовили покушать вкусом. Конечно же, это корпоративные мероприятия, которые мы делаем для команды. То есть важно, чтобы они понимали, что мы их любим, мы о них заботимся, и они вот это транслировали дальше для гостей. Также, что важно, есть такое правило из книги, что никогда не говори гостю нет. То есть мы любую задачу можем решить. Хотите это? Мы это сделаем. Нет ничего невозможного. Мы даже писали, пишем сейчас медитации специально для пар, под пар, под пару, да, чтобы это было именно для них. Потому что у каждого своя жизненная история, у каждого свои цели, у каждого свои желания. И когда человек осознает, что это для него, для них, это гораздо более ценно. И мы даже на определенных практиках, там, церемонии лечания, либо приложения руки естественно создаем герб семейный, вот, специально для них, чтобы у них был такой, как оберег их семейной жизни. Мне кажется, у вас очень благородная миссия укрепить, развить отношения в паре. Да. Это здорово. Есть ли у тебя такое ощущение, что твой бизнес имеет женское лицо и женский стиль? Быть женщиной в этом проекте, насколько это возможность или ограничение? И как тебе удается и удается ли совмещать другие жизненные роли помимо бизнес-вумен? Да, конечно. Я вообще, в принципе, считаю, что прежде всего женщина должна быть реализована в семье. Не только, не только, но прежде всего. Вот, поэтому, конечно же, для меня прежде всего важно, что в моей семье все хорошо, все спокойно, что там все довольны сейчас. И следующее, это идет моё проект, потому что это мой ребенок. И это для меня не работа, это то, что меня воодушевляет, даже когда я прихожу там утром в какой-то центр, потом иду во второй, в третий, там еду в ретритный центр и заканчиваю, например, там, не знаю, в одиннадцать. Я, может, физически устала, но внутри я, наоборот, еще более заряжена, потому что я понимаю, что мне это в кайф. И так же работает моя команда. Я иногда команде пишу, ребята, все, идите все спать, прекращайте отвечать в чате. Но у них такое же ощущение, что, да, есть физическая усталость, но хочется делать, потому что в кайф. А есть ли женское лицо в этом бизнесе? Конечно, да. Потому что прежде всего, что такое женский бизнес? Это бизнес про эмпатию, это бизнес про заботу, про любовь, про поддержку. Яхмур — это про это. Это как раз про то, что мы прежде всего даем человеку любовь, которую фундаментально нужно для человека. И иногда к нам просто приходят гости пить чай. Уже говорят, у вас прям чувствуется вот какое-то такое состояние заботы, что обо мне позаботиться. Поэтому, да, и тут есть такое женское лицо в Яхуле, оно точно есть. Но в любом случае любой бизнес — это про стержень, любой бизнес — это про взять на себя ответственность за команду, за гостей, которые приходят. Потому что человек заплатил за услугу, он должен как минимум получить столько же, а то и больше. И это важно. Когда человек получает больше, чем он заплатил, он придёт обязательно второй раз, он порекомендует. Я тоже всегда говорю, что нам очень важно, человек приходит и понимает, что вау, я заплатил, не знаю, пять тысяч рублей, а получил на двадцать. И вот это вот очень важно. Вероника, могла бы ты поделиться планами на будущее по развитию своего детича? Да, конечно. Я очень хочу, и я уже готова к этому, потому что до этого я открывала свои центры, да, сейчас я хочу находить партнёров, открывать франшизу в других регионах, в других странах, потому что я вижу, как это работает, я вижу, что проект, кроме того, что он всё-таки имеет такую большую социальную миссию, как мне очень часто пишут в социальных сетях, потому что я указываю, что я основатель центра, что Вероника благодарила твои центры, и они изменили мою жизнь. Это ценно. Да, это невероятно ценно. Я всегда отправляю это в чат команды, чтобы они понимали, к чему они причастны, и в связи с этим, конечно, хочется открывать больше таких центров, хочется находить людей, которые хотят также продолжать такое дело, да, открывать там в своих городах, в своих странах, потому что к нам даже приезжала семья с Казахстана, они просто приехали сюда на неделю, проходили различные практики, там, церемонии, потому что вот им надо было перезагрузиться, мы порекомендовали. Спасибо. Я бы хотела еще коснуться такой темы, как инвестиции, и поговорить немного о цифрах. Какая сумма необходима для того, чтобы открыть подобный центр? Проспект Мира, это было 8 миллионов, покровка нам вышла немножко меньше, потому что она, в принципе, по квадратуре меньше, и там нет СПА-зоны, там было около 6, и Волхонка, конечно, самый дорогой проект Телетская пещера у Кремля, потому что там такая, это мой бриллиант, это такое желание просто создать необычное, мощное место с какими-то скральными символами, с талисманами, там очень много наскальных рисунков, которые просто с моих фотографий, с различных путешествий, и кроме того, что само место, локация, да, Кремль, это такое место силы, типа ли там еще Хранца Хариста Спасителя, но еще это все укреплено такими древними различными символами, поэтому этот проект в создании был очень дорогой, он еще не окупился, вот, там я даже не могу сейчас сказать в общем сколько все ушло, но там просто на ремонт без вот этих вот транспортировки всего, там, дверей, наполнения, да, наполнения ушло около 11 миллионов, это просто без, а это еще там плюс бассейн и так далее. Мы сейчас говорим об этих цифрах не считая, опуская стоимость помещений, то есть мы говорим о наполнении всем тем, что необходимо для того, чтобы запустить в работу этот центр. Да, да, конечно, хотя, в принципе, на самом деле не обязательно открывать такие большие или с таким, не знаю, дорогим оборудованием, как на Тибетской пещере у Кремля, да, чтобы открыть, в принципе, центр маленький, там надо два зала, в принципе, может быть достаточно три миллиона, если это, например, какой-то регион, не Москва, вот, там ремонтные работы ну и в принципе затраты совсем другие. Тут всё с того, что насколько человек хочет вкладываться, да, и есть различная вилка, там от и до по вложению в начало бизнеса. Спасибо. Нас сейчас смотрят предприниматели и наверняка есть кто-то, кто заинтересован в подобной сфере, в развитии подобных проектов, вот ты уже обладая таким экспертным опытом, практическим, могла бы ты дать какой-то совет, советы, какие-то свои лайфхаки тем, кто сейчас задумывается о том, чтобы в эту сферу войти для реализации подобных проектов. Да, конечно, первое, это такое, мне кажется, самое основное, это делать, да, потому что можно много фантазировать, отлетать и хотеть сделать весь мир прекрасным, но если ты не идёшь и не делаешь, ничего не произойдёт. Следующее, это, конечно же, знать чёткие шаги, потому что, да, я хоть и там шла, например, открывая этот проект через «Хочу», да, я хочу, но я всё равно понимала, что я буду делать, да, что мне для этого нужно, там, первое, мне нужна команда качественная, да, и лучше найти там двоих, троих специалистов, но высокопрофессиональных, чем взять десять, но как бы ему чуть того не хватает, чуть этого, да, то есть кадры решают всегда и везде всё. Следующее, это, конечно же, продукт либо услуга, то есть она должна быть идеальной, и её нужно постоянно развивать, вот ты задала вопрос, почему так много на июнь планов, да, там и то, и то, и то почему, потому что человек, вот у нас есть те, которые там с нами с первого года, четыре года, они там ходят к нам раз в неделю, они уже эти практики знают то-то-до, и, конечно же, для них важно, чтобы появлялись новые продукты, были новые мастера, какие-то новые практики, чтобы мы привозили новые инструменты, вот мы недавно привезли с Непала новый там сет сибетских чаш, и это важно, то есть кроме того, что мы всегда усовершенствуем тот продукт, который у нас уже есть, мы и регулярно, мы раз в три месяца регулярно выпускаем новый продукт, также мы сотрудничаем с различными там другими, например, мастерами, которые просто пришли, вот шаман, да, у нас был месяц назад, мы специально звали шамана, чтобы он пришёл, провёл для наших гостей практику, потому что для них это что-то новое, необычное, ну и обязательно, конечно же, это планирование затрат, потому что иногда нам кажется, что там это, например, стоит столько-то, но у нас должно быть всё равно всё чётко, то есть там план не только финансовый, сколько мы должны сделать, да, но и план, сколько нам нужно потратить наших средств, да, чтобы мы эту сумму заработали, и очень важный момент, никогда не скупиться на рекламу и на маркетинг, это самое основное, потому что иногда бывает, сделают там красивый ремонт, и вроде как продукты ничего, и команда есть, да, но никто об этом не знает, и никто не ходит, поэтому обязательно пробовать вообще различия, я всегда за то, у нас как, у нас есть правило в команде, что мы пробуем всё, пусть это бредовая идея, пусть это кажется смешным, иногда, причём такие вот идеи очень хорошо срабатывает, да, мы тестим на небольшом бюджете, всё сработало, этот бюджет увеличиваем, поэтому развиваться в маркетинге, обязательно партнёрство, обязательно какие-то мероприятия, если это возможно, хотя в каком городе человек находится, ну и в развитии себя, потому что любой бизнесмен, он должен знать вообще, что происходит на рынке, какие новые тенденции, как сейчас работают продажи, как сейчас работает маркетинг, то есть без развития вклада в своё образование, в свои знания, то сложно масштабировать свой бизнес либо развивать. Спасибо, мне кажется, сейчас бесценно полезная информация прозвучала, благодарю за то, что ты ею делишься, такая небольшая, краткая, но ёмкая мини-консультация для тех, кто хотел бы заняться подобными проектами. Я благодарю тебя за уделённое время, за интервью, я хочу сказать, что я недавно посетила тоже одну из практик твоего центра и как лицо не заинтересованное, ну просто как посетитель, как ваш гость, хочу сказать, что я осталась в очень приятных таких впечатлениях и вот это послевкусие, этот эффект, он, мне кажется, длится ещё вот со временем и продолжаются какие-то изменения, даже если сравнить то, в каком состоянии я пришла сегодня к началу интервью и находясь здесь сейчас какое-то время в твоём поле, в поле твоего центра происходят какие-то интересные трансформации. Я думаю, ты сейчас чувствуешь, да, сейчас такой обмен энергии пошёл, правда? Да. Удивительно, поэтому действительно искренне рекомендую и восхищаюсь тем, что у тебя настолько благородная миссия, такой красивый проект с красивыми задачами. Я желаю реализации всех твоих задумок, я желаю вам творческого полёта мысли, тебе, твоей команде, чтобы вы друг друга вдохновляли, поддерживали, подпитывали друг друга, были наполненными. Мы общались с Вероникой Яхмур, основателем сети центров звуковой терапии и релаксации Яхмур Центр. Всем пока. Мне стало очень сложно, потому что в поле Вероники мне хотелось вот так вот как-то. Я путала вопросы, путала слова, это действительно так. Вот здесь такая обстановка, я постоянно себя собирала в кучку, потому что вот нужно собраться, а тебе хочется расслабиться. Редактор субтитров А.Семкин